Ветераны АТО требуют отставки власти в Смеле Черкасской области. Они обвиняют секретаря Горсовета, который уже год исполняет обязанности мэра и членов исполкома в коррупции. Сегодня несколько сотен недовольных горожан начали у здания мэрии бессрочную акцию протеста. С ними пообщался Станислав Кухарчук. Давайте посмотрим. Утро понедельника в мэрии Смелы явно не заладилось. К началу рабочего дня под горы с полкомом стали собираться люди с флагами и плакатами. Требования пикетчиков – полная перезагрузка местной власти. Говорят, после импичмента гранначальнику власть узурпировал секретарь Горсовета. Хозяйничает уже год. Активисты обвиняют чиновников в коррупции. Илья Слободянок показывает документы, которые стали последней каплей для горожан. Наприкінці минулого року уже пан Федеренко так зажерся трошки, что проголосував сам, вчинив коррупционные деяния. Наши сотки в зарплату себе поднял. Еще месяц. Просто так. Леонид ушел на фронт добровольцем одним из первых еще в апреле 2014-го. Думал, что дома власти будут помогать таким, как он. Два года назад вместе с товарищами-атошниками решили открыть магазин для бойцов-ветеранов. Пошли в мэрию, попросили выделить участок. Им отказали. Видимо, получили более выгодное предложение. Теперь здесь ларек. Нам відмовили. Нам сказали, что тут, на цьому місці, проходит коммуникация города. И тут заборонено строительство. Потім я уехав опять в АТО. Але через время, коли я приїхав, побачив уже, что тут. С чистым листом и ручкой митингующие отправились в кабинет секретаря, чтобы тот написал заявление об отставке. Не обращая внимания на акцию протеста, Виктор Федоренко проводил срочное совещание. Все обвинения в свой адрес называют плеветой. Заявление чиновник писать отказался наотрез. Прервав совещание, он вышел к митингующим. И, пользуясь случаем, решил публично отчитаться о проделанной работе. Начал с поздравлений. Отчуть секретаря митингующую слушать не захотели. Уйти в отставку Федоренко все же пообещал. Но после того, как за это проголосуют депутаты горсовета. В ответ горожане объявили свой митинг бессрочным. Ближе к обеду начали устанавливать палатки. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, подробности, телеканал Интер, Черкасская область.